Приветствую земляне, поиграем сегодня в Rise of the Tomb Raider, новый Tomb Raider, новая Lara Croft, кому как угодно. Играем мы на Xbox 360, к сожалению, на Ване, на Ваньке не получается, но заодно и посмотрим, как тут все выглядит. Так, путешественница-расхитительница, опытная и выживание. Ну, я так понимаю, расхитительница это что-то вроде среднего уровня сложности, поэтому давайте его и выберем. Что заставляет людей выходить за рамки обыденного, смотреть в лицо неизвестности? В детстве мы все познаем мир вокруг себя, мы учимся, мы приспосабливаемся и постепенно теряем способность удивляться. Практически все, кроме немногих. Исследователи-искатели истины. Именно они определяют будущее. Остальные, они все. В горы не пойдут ни за какие деньги. Затерянный город где-то там. Подъем будет не из легких. Я не сдамся. Я знаю. Останься здесь, с ними. Ни за что. Еще чуть-чуть. Лара, тут такой вид. Держи руку. Спасибо. Ты только посмотри. Потрясающе. Но вот то, что свершили лет в снег, это не к добру. Тропа ведет вверх по склону. С вершины откроется хороший вид на долину. По-моему, прикольно выглядит. Ну, конечно, учитывая 10-летний возраст в консольке, я ожидал худшего. Так, что у нас с громкостью? Давайте я на секундочку еще раз, потому что мне кажется, что стоит общий звук еще сделать чуть потише, а вот диалоги можно погромче. Как-то так. Знаешь, даже если мы ничего там не найдем, отец все равно бы тобой гордился. Я знаю, но у меня хорошее предчувствие. Еще на секундочку, прошу прощения. Я вроде бы пытался до записи это все настроить, но сейчас вижу, что можно еще улучшить. Более контрастно можно сделать. Только-то все серенькое. А, черт! Ты в порядке? Оступилась. Все нормально. А-а-а! А-а-а! Черт! Ещё бы чуть-чуть. Лара! Ты цела! Иона! Я здесь! Я сейчас за тобой слезу! Нет! Слишком опасно! Я сама вылезу! Уверена! Стой на месте! Блин, я, честно говоря, балдею от Ларки. Мне очень нравится эта игра. Я во все старые играл. В молодости, в детстве, когда-то это все было. Оригинальные Tomb Raider были одной из любимейших игр. А сейчас вот с такой дороговизной, кинематографичностью. Это вообще меня радует. Обожаю такие приключенческие игры. Особенно, когда они вот более, более все-таки такие натуральные, что ли. Uncharted, конечно, тоже очень крутая игра. Но даже в Uncharted, мне кажется, все чуть более комично, что ли. А здесь как-то вот действительно есть небольшое ощущение... Надо перепрыгнуть! Да-да-да! Хватайся за руку! ...того, что ты путешественник. Так, ну что, прыгаем? Держу! Ладно, чтоб тебя! Меня чуть инфаркт не хватило. Ты в порядке? Ага. Пошли! Надо было ледорубом в него тоже. Вцепиться. Меня мучили дикие сомнения. Стоит ли ее вообще запускать на 360-м? Я хотел все-таки дождаться возможности поиграть ее. Поиграть ее на новом поколении консолей, но, к сожалению, она является временным эксклюзивом для Xbox One. На ПК она через месяц. Ну, пожалуй, если бы мне пришлось прятать забытый город, я бы выбрал как раз такое захолустье. Надеюсь, троица нас не обогнала. А на PS4 она вообще практически через год аж выходит. И это не очень хорошо, как мне кажется. Ну, по крайней мере, для меня, владельца PS4. Xbox One у меня был. Я покупал себе Xbox One на... Ну, практически на выходе консоли. На тот момент было всего пару игр. Rise of Rome и Dead Rising 3. Вот я купил консоль, прошел эти две игры. Буря надвигается! У нас от силы часа два! И продал консоль, поскольку ничего на горизонте не было. И вот теперь начинают появляться потихоньку интересные эксклюзивы. Ну, или временные эксклюзивы, как в этом случае. Но все равно пока что-то как-то смущает меня. Из-за одной Лары Крофт, ну, может быть, потенциально там... Форзы новой и еще даже не вышедшего Квантум Брейка. Пока все равно покупать неохота. Кстати, этого Иону вы узнали. Он же из первой части. Ну, не из той самой первой. Римейк. Или перезапуска, как правильно сказали. Тоже вот это сейчас новая дурацкая мода. Делать перезапуски, называть просто Томбрейдер. Или просто Need for Speed. Полезней. Так, ладно, ребят, я лучше вас не буду отвлекать. Болтомнёй, то всю атмосферу нарушаю. Готова, Ларка? Давай. Бумс. Так, куда это он там? Сколько же тут вильда валится! Идем медленно! Держись рядом со мной! Берегись! А, черт! Чудом спаслись! Есть такое некое напряжение. Я вот когда прыгаю, у меня аж мышцы напрягаются. Боюсь, чтобы она не сорвалась. О, нет! Нет, нет, нет! Биона! Держись! Чёрт! Я закрепляюсь! Перепрыгнешь? Перепрыгну! Всё-таки, как мне кажется, есть прелесть игры за девчонку, а не за мужика. Вот, пожалуйста. Твою мать! Боюсь, не перепрыгну! Стой там! Я закреплю у тебя дрожь наверху! Ладно, скрабливаю дрожь! За неё как-то больше переживаешь, чем за того же Дрейка. Ну и плюс. Выглядит она, по-моему, посимпатичнее. Ладно, ещё чуть-чуть! Давай! Или вы отрицать будете? Так, снова я не в тему. Болтает на сферпорт. О, красота какая! Ну что, готовы, ребята? Прыжку. Прыжку года. Да! Леона, мы добрались! Я вижу развалины! О, боже! Лара! Я держу. Держу! Лара! Ты меня слышишь? Да. Я тебя вытащу! А, чёрт! Там! Вон там! Переходи меня на другую сторону! Скорее! Ладно, что тут была не была. Так, надо раскачиваться. Давай, давай, давай. Не достал. А! Чёрт! Нет! Нет! Достал, но не зацепился. Лара! Я тебя не удержу! Уберёмся, выскаживайся! Ещё чуть-чуть! Ещё чуть-чуть! Подержи! А! Лезь! 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 Снег сползает под нами! А, ты куда? Чёрт! Блин! Засмотрелся на снег и... Летел. Давай, родная, давай, давай! Уберёмся! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ребята, по-моему, тут слова, в принципе, не нужны. Настолько блокбастерно все это ощущается. Даже на 360-м Xbox-е двумя неделями ранее. Нет в нашей жизни большей жестокости, чем ее скоротечность. Мы стареем, дряхлеем, умираем. Но что остается? Кости? Прах? А душа? Переходит ли она за грань земного существования? Я верю, что да. В основе многих мифов и легенд лежит истина. Не научная, но куда... Куда более важная истина. Ключ к обретению вечной жизни. Мне кажется, картина начинает складываться. Но я не одинок в своих поисках. Они следят за мной, следят за каждым моим шагом. Теперь я знаю, кто они. Троица. Древняя, жестокая секта, жаждущая мирового господства. Ради семьи я должен соблюдать осторожность. Если что-то случится с Ларой или с Анной, я никогда себе этого не прощу. КОНЕЦ Это сейчас, кстати говоря, движок. Это не ролик оцифрованный. Потому что я вижу лесенки. И, в общем-то, видно, что текстуры немного покоцаны. По-моему, для 360-го бокса выглядит прикольно. КОНЕЦ ЛАА! Это я! Анна! О, Боже! Прости, пожалуйста. Что ты здесь делаешь? Я увидела, что про тебя пишут в газетах. И решила тебя поддержать. Врут опять. За тобой не следили? Следили. Конечно, нет. Что случилось? Я, кажется, нашла гробницу. Да не может этого быть. Миф о пророке подтвердился. Папа был прав. Лара, твой отец был... нездоров. Нет. Он стоял на пороге великого открытия, неопровержимого доказательства бессмертия души. Я любила Ричарда. Я была готова выйти за него замуж. Но он сломался. Я не хочу, чтобы и с тобой это случилось. Но, Анна, он был прав. Это все остальные ошибались. Гробница в Сирии. В Сирии? О, Боже, Лара, нет! Это безумие! Приди в себя. Вернись домой. Не могу я, сама знаешь. Но эта мания сгубила твоего отца. Я видела что-то. Что-то, что я не могу объяснить. Теперь я понимаю, каково приходилось папе. Это все сказки. Глупости. Прошу тебя, опомнись. Ты знаешь, чем это кончится. Только это теперь имеет для меня смысл. Я найду гробницу пророка. Сирия, конечно, не очень вовремя здесь участвует. Мы же тут не про политику. Эй, мы в горячую точку въезжаем. Вам точно туда надо? Мы уже близко. Впереди будет каньон, а там должен быть оазис. Зря время тратите. Ничего там нет. Смотрите на дорогу, пожалуйста. Как знаете. Что-то не так. Это учение просто. Ты кому-то сказал, так? Они предложили больше. Ты сладкий. Ты ж черт. Они же обещали не стрелять. Увози нас отсюда. Черт, черт, нет. Черт. О, нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет. Нет, нет, нет. Отступать поздно. Она должна быть здесь. Красота, блин. Опять-таки, даже здесь красота. Ну, это работа дизайнеров. Мне очень нравится, как выглядит сам дизайн. Понятно, что с текстурами здесь беда на боксе. Но, блин, красиво все равно. Еще плюс нужно фантазию иметь. Дорисовывать себе кайфы. И ларка сама такая, ничего. Класс. И, кстати, по поводу роликов, наверное, все-таки я не прав. Наверное, они заморочились и переписали ролики уже специально под этот движок. А может быть, ее вообще кто-то делал параллельно для старой консоли. Сказано, что гробница скрыта в скалах над одним из забытых городов. В легенде упоминается оазис, в котором был похоронен пророк. Мне очень нравится. Тут что-то есть. Сундучок тут есть. Икона. Очень искусная, с инкрустацией. Похоже, византийская. Может быть, 10 век. Соответствует легенде о пророке. Вот эту вот штуку они позаимствовали, конечно, у Uncharted, но... Блин. От этого хуже не стало. Я лично не против таких взаимствований, которые... Очень даже хороши. Просто вот маленькую трехмерную модельку сделать, да? Чтобы ее можно было покрутить, посмотреть, почувствовать, что ты нашел. Неужели добралась? Невероятно. Что-то вроде указателя. Целиком перевести не могу, но это... Слово... Пророк. Выходит, папа был прав. Так, здесь он исцеляет людей. В отцовских записях это упоминается. Так, теперь мы должны изучить все фрески рядом. Чтобы научиться разговаривать на этом языке. Ну, да, немножко нелогично, но... С другой стороны, не так уж и страшно. Так, мы можем подсветить. Вот пророк разговаривает с чужеземной армией. Он убедил их сложить оружие. То есть она не то, чтобы прямо учит греческий, мы так будем понимать. Она просто... Пытается понять, что там написано по этим подсказкам. Это как бы вот... На мой взгляд, более логичное объяснение. Таковы чудеса пророка из Константинополя. Бесчестно убитого орденом Троицы. Потому что многие игроки уже на этот момент довольно-таки негативно отзывались. Что, мол, вот, учит язык по двум фрескам, которые находит фигня полная. Но на самом деле она не учит язык, просто находит объяснение. Ведь явно на этом монолите и на этих фресках должно быть что-то более-менее близкое по смыслу. Соответственно... Он провел своих учеников через пустыню, к Оазису. Увидев эти фрески, рассмотрев их тщательно, она может более-менее понять, что написано. Так, и вот тут вот включается такой момент. У нас карта с подсказками, метки игрока и все такое. Как видите, в этом смысле здесь упрощено все намного. То есть мы можем просто включить карту, просто потом включить вот этот ее режим видения и найти какие-то скрытые предметы. Это палка о двух концах. С одной стороны, вот здесь, без того, чтобы открыть карту и подсветить предмет, мы бы здесь вообще ничего никогда не нашли. Что означает, что как бы мы здесь не рыскали, мы все равно бы этот, например, эти монеты бы не нашли. И это такое. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Кому-то, кто хочет все найти, эта подсказка поможет и он, в принципе, зачистить сможет всю территорию и потом двигаться дальше. А кому-то, кто любит, ну, как я, например, в принципе, мне бы больше понравилось, чтобы я вообще никогда не включал эти подсказки. Ну, как бы, никто не мешает, с одной стороны, мне так делать. Просто, да, не включай. Но, не знаю. Пока я еще не совсем понял, как это здесь работает. Но в меню было такое, что можно было, вот видите, когда я включаю, в желтом подсвечивается. В меню, в настройках было, что была возможность отключить это подсвечивание. Ну, не знаю, насколько это усложнило бы жизнь. Надо будет попробовать. Потайной вход. Потрясающе. Вот бы папа видел. Так, клево. Даже здесь клево. Даже при этих текстурках. Самых лучших. Все равно. Ощущается клево. Хотя, конечно, могу себе представить, какой кайф на полную графу играть. Я вот до сих пор не могу понять. С одной стороны, мне хочется пройти ее с хорошей графикой. С максимальной, скажем так, с максимальной, скажем так, графикой. Ну, с другой стороны, терпения не ожидать. Тут можно уже играть. Тут можно уже играть. А там ждать придется. Потому что ПК у меня не подтянет. Упс. Блин, не в ту сторону прыгнул. Черт, поверь. На ПК, в общем-то, я и не очень люблю играть, и не подтянет у меня. Мне нужен новый комп покупать, чтобы во что-то новое играть. Поэтому у меня вариантов только два. Либо ждать, когда выйдет на четвертую ПС-ку. Не, ну, в принципе, три, если потенциально. Либо покупать новый комп. Что, в общем-то, так себе вариант. Не уверен. Либо покупать экспорт с фуантером. Опа. О, нет. Они уже здесь. Надо попасть внутрь. Так, бежим, бежим, бежим. Надо быстрее. Ну, как всегда, все ломается. Кстати, крики у нее, мне кажется, они немножко повторяются. Очень похожие такие всхлипы и выкрики. Когда она прыгает, когда она тужится. И уже, мне кажется, несколько раз повторялись одни и те же возгласы. Ну, возможно, это погрешности озвучки русской. Хотя, в общем и целом, мне кажется, она очень на неплохом уровне озвучка. Все очень профессионально и качественно довольно-таки. Орден Троицы неумолимо преследовал Пророка. И его учеников пока не настигли их в укромном оазисе. Это мы послушали записи отца в очередной раз. Которые ведут, в общем-то, Лару сюда. Скорпиончик. Путь внутрь. Черт, чтоб тебя. Скорпионы. Кто любит скорпионов? Хотели бы оказаться... А, он нам на плечо упал. Класс. Красота, в рот залез. В скелетах. Не, пушкуты такие вот всякие атмосферные вещички. Я обожаю. То есть, нафиг эти открытые миры, когда вот так вот. О, он лазит где-то по подземелью. К красоте. Так, у нас что-то тут стоит. Гуманитарная помощь. Да. Если они здесь в этой части игры сделали больше вот таких вот тайных подземельей, чего-то такого, раскопок, интересных каких-то вещей, то это шик. Потому что в первой как раз этого немножко не хватало. Сын мой, орден Троицы получил весть о том, что последователи пророка воздвигают великую гробницу. Место ей в оазисе где-то недалеко от Берей. И что печалит больше всего. Мы думали, что нечестивцы строят гробницу своему идолу. Но теперь Троица убеждена, что пророк жив. Все больше местных жителей стекается к нему, чтобы послушать лживые басни о том, как он преодолел смерть. Юретик и лжец, присваивающий себе чудеса, нисходящие единственно от Всевышнего. Ты клялся, что он мертв. Неужто ты подвел нас? Ну, по-моему, актера звучания шикарный. Читает просто как стихи Есенина. Даже круче. Так, еще одна фресочка. Пророк убит орденом Троицы. У нас, кстати, пештоль есть, вы в курсе? Можем даже пострелять. Офигеть. Что здесь, братцы, у вас творилось? А вот и пештоль пригодился. Чуть не попалась. Они пробиваются внутрь. Немножечко упали. Так, можно пробить проход, а тут нет. Так, нужно пробить проход, чтобы вывести. Я уже проходил этот момент. Я не выиграл, не выиграл, не выдержал. И попробовал сам вчера ночью. Сегодня под запись еще разок с вами. Играю, поэтому, в принципе, впечатления мои не первые. К сожалению, вчера я был в большем восторге. Сейчас, конечно, уже так все чуть попроще. Вчера мне прямо почти визжал втихаря. Про себя. Да? Не удивительно, но... Даже от этой графы, казалось бы, очень... Очень устаревший я вижу. Хвостик поправлять у нас Лара любит после водички. Так, ну что же. У нас время ролика уже 40 минут. Вот, ну давайте еще здесь все-таки попробуем немножечко побегать. Вот такие вот предметы у нас имеются. Это, как и в первой части, различные... На каждом уровне своя фишка. Здесь вот сдерни их повыше называется. Сбивайте золотые кадила. Здесь их, по-моему, 7 штук нужно найти, увидеть и сбить. И вот они, по-моему, они не подсвечиваются. Либо я ошибаюсь только что. Их показывали, а я не посмотрел. Да, вот, один из семи мы сбили. Нам нужно тут, да. Может, если повысить уровень воды? А, да, мы здесь сейчас пока не выберемся. Поэтому снова пробиваем стенку. Ну, что, конечно, уже не совсем реалистично, но... И теперь мы можем сюда легко забраться. Черепки у нас откладывают. Конечно же, по плане хардкорности, с первыми, оригинальными частями это не сравнится. Тут все намного проще. Ну, и времена другие. Сейчас уже у нас нет... Нет столько свободного времени, чтобы на одну игру уделять, там, не знаю, месяцы. Так. Опа. Сломалась под нами штука, и еще выше поднялся уровень воды. Вижу, кстати, зундучок. Опять волосики поправила. Так, я... Вот это вот минус... Минус графы, конечно. Конечно, что такие предметы сложно замечать. Еще один религиозный символ, только простой и самодельный. Похоже, за пророком следовали люди всех сословий и профессий. Опять хвостик, хвостик. Ну, слишком часто она его... Хорошего должно быть по чуть-чуть. А, да, прям... Стоит разок окунуться, она сразу свой хвостик давай поправлять. Так, вижу, еще кадила там висит, которая нужно было сбить. И вообще, я хочу вам сказать, вчера вот, например, этот самый момент я по-другому немножко прошел. С другой стороны, то есть и воду я положил, и предметы я почти все собрал. А сейчас как-то у меня все шустро. Бац-бац, и я уже... Ну, потому что это нормально. Когда я комментирую, когда я записываю, я всегда менее внимателен, чем когда я играю сам спокойно, никуда не спеша, осматриваюсь и все такое. Вот мы нашли карту архивариуса. Когда мы находим эту карту, то на нашей карте появляются все предметы сразу, которые указаны. То есть тоже такое, своего рода, облегчающий момент. Вы можете потом легко находить все остальные предметы прямо вообще без проблем. Ну, практически. Иногда там бывает, может, небольшая сложность, как к нему подобраться, но это уже... Это уже нюансы. Вот тут вот, помню, еще лежала колбочка. А, кстати, вот эти колбочки не указываются на карте, по-моему, да? Да. Вот их на карте не... Ну, потому что это не... Не какие-то находки, а это просто... Скажем так, предметы для... Для прокачки. А вот эти самые находки, если я не ошибаюсь, то их нельзя вообще найти. То есть, если я бы пришел сюда, не найдя карту, пришел сюда на это место и просто вот здесь вот стоял, по-моему, у меня даже не было бы возможности ее выкопать, если я не ошибаюсь. И это... Если это так, то это, по-моему, все-таки небольшой косяк, потому что, ну, как-то нечестно получается. Да, вот я бы сам искал без помощи карт. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Надо было бы это дело проверить. До того, как найти карту, сюда прийти и попробовать выкопать. Сейчас уже это не получится проверить. Так-с, 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 так-с. Я на эти кадила смотрю. Вон, еще один висит. Четыре из семи, но довольно много еще осталось. А они не подсвечиваются, соответственно, их находить уже посложнее. Но, возможно. Вот, видите, еще один висит. И в этом, конечно, кайф. Как-то свой такой кайф есть, своя приятность. Ну, это уже на любителя. Кто как больше любит. Я уже говорил, что если вы реально хотите хардкор с хардкор, то отключайте вот эти подсвечивания все. Не включайте вот это видение, которое вам помогает искать путь. И, пожалуйста, вы будете рыскать. Так, что такое? Где кнопка? Милорд, то, что вы говорите, невозможно. Я своими руками вонзил копье в грудь пророка. Я видел, как он умер. Уверен, что его люди просто обредили в старые одежды нового шута. Они в бегах. Сломлены. Никто им больше не верит. Мы отправимся на юг и придадим остатки нечестивцев мечу. Но пророк мертв. Могу в этом поклясться. Как с душой читает, а? Красота. Так, по-моему, там еще где-то предмет остался. Даже два, вот видите. А так включаю и не вижу ничего. А он вот под носом. Блин, это же надо, да? Ну-ка. Сейчас попробую отключить подсказку. Не, ну если просто отключить, то он уже на карте есть, поэтому они уже будут появляться. По факту, как видите, их вообще не видно. То есть, если без карты, без подсказок, то здесь просто ничего не будет лежать на земле. Она как бы выкапывает из-под земли, поэтому, не знаю, возможно ли вообще это найти без подсказки. И тут еще один документ. И там потом еще один будет. Последний. Кадила не видно. Хотелось бы найти два кадила. Так, вообще, я куда собирался? Я собирался туда, наверх. Уже можно идти. Не знаю, меня всегда удивлял этот прикол, когда, допустим, в РПГ, да, когда есть возможность создать персонажей, когда есть выбор, за кого играть. За женского персонажа или за мужского. Мне всегда удивляли вот эти противники тех, кто играет за женский персонаж. Типа, а, ты че, телка, ты че за женский персонаж играешь? Блин, пацаны, ну посмотрите сейчас вот конкретно. На что приятнее смотреть, когда ты играешь? На женскую, извините за выражение, попку? Или на мужика, который виляет задом всю игру перед тобой? Нет, я ничего против мужиков тоже не имею в плане игр играть за мужиков. Но, по-моему, тут все логично. Отоять. Чуть не провалились. Там, кстати, ловушка такая. Черт. Опасно. Они почти внутри. Милорд, я выступил во главе небольшой армии верных людей, хорошо вооруженных и готовых ко всему. У меня хорошие новости. Мы нашли гробницу Пророка. В пути на нас напали какие-то безумцы в одежде его почитателей, но мы легко их одолели. Одному мы позволили бежать. Следуя за ним, мы и нашли оазис. Кто бы ни рядился теперь в одежде Пророка, он сам или самозванец, он найдет здесь свою смерть. Мы убьем всех и похороним их в этой гробнице. Вот эти записочки тоже классные. То, что читают, то, что они озвучены, все это очень добавляет атмосферности. Вообще просто удовольствие добавляет. Приятно послушать. Хорошо продиктованное письмо. Прочитанное красиво. С актерским умением. Так, где же Кадилы? Меня вот Кадила интересует. Вот же он под носом. Но все равно еще, еще, еще одна где-то есть. Один Кадило. Это оно. Еще одно где-то имеется. Зараза. Кажется, ну вот, вот, где-то, где-то здесь. Осталось буквально, а все равно найти не получается пока. Ладно. Найдем попозже. Стоять, висеть, не падать. Просто я боюсь, что сейчас, по-моему, уже все. Уже выходим мы с этой локацией. А Кадила так и не нашли. И оно же не подсвечивается. Кстати, а здесь вот еще есть какая-то штуковина, которую я не использовал. Это явно вещица, за которую она может вцепиться и потянуть вниз, и что-то откроется где-то. Подождите. Меня глючит? Или... Или это... Ха... Прикольно. Ладно. Пойдем дальше. Черт с вами. Пол подозрительно дырявый. Ходить посмотреть. Страшный ужас. У-а-а. Блин. Жестоко, да? Э-э... Прошу прощения, если... Дети смотрели это. Я думаю, это не очень хороший момент для детей. Хотя, конечно, сейчас такие дети. Я вон... Не помню, в GTA, по-моему, или в какой-то игре. Да я часто говорил, в принципе, такое. Что, мол, игра не для детей. Пожалуйста, если вы там младше 18 или 16, то не смотрите. Ой, вы бы знали, сколько мне комментариев потом таких пафосных. А мне 11, и я смотрю, и что с того? Дурепа ты, вот что с того. Родители у тебя тоже глупые. Не следят. Плевать им, короче говоря. Ну, конечно, да, не буду навязывать свои суперумные мысли. Все мы идеальны. А, да, точно, я вспомнил. Тут еще одна такая комнатка. В общем, игра пушка, на мой взгляд. Игра шикарная, отличная. Еще бы играть ее на новой консоли. Вообще было бы все хорошо. Поэтому, я вот не знаю, до сих пор я сомневаюсь, что мне делать. Либо проходить, что очень хочется. Последние из последователей пророка забаррикадировались в гробнице. Мы разбили у входа лагерь и готовимся к штурму. Перед тем, как они запечатали ворота, я видел человека, называющего себя пророком. Должен признать, сходство и впрямь поразительное. Но это невозможно. Впрочем, пустое. К рассвету все они будут мертвы. Ереси ненавистной ордену троицы будет положен конец. Либо ждать, либо, блин, что делать, не знаю. Мне очень хочется играть, уже играть. И даже здесь, сейчас, даже при этом графоне не идеально. Мне все равно хочется играть. Затягивает очень игрушка. Но при этом, я же понимаю, что гораздо больше кайфа будет, если я... Надо поднять уровень воды. Если я буду проходить еще и с классным графоном, это еще больше кайфа, больше удовольствия принесет. Поэтому, не знаю, что делать. Прям не знаю, что и делать. Блин, неужели Кодила пропустил, а? Должно уже где-то еще висеть под конец. Может, если Пуша... Слипандюша не увидел. Но это вода, это понятно. А вот это не оно? Нет, это не оно. Специально заманухи понавешали, чтобы я думал, что это то самое. Так, ладно, давайте проходить дальше. Для этого нам было водицу. Уху, она садки досносит. Неожиданно, да? Эх. Ладно. Так уж и быть, давайте поднимем. Уровень воды. Кстати, а я эту уже вещицу взял, видите? А подсказка до сих пор светится. Это тоже упущение. Мне кажется, зачем ему светиться, если мы его уже взяли. Топление. Думал, на эту штуку сможет запрыгнуть. Ну, тоже, казалось бы, да. Вот они сделали этот момент. Видите, я прыгаю туда. То есть, просто опустить не могу. Ну, вроде бы как усложнение такое сделали. Но оно, в принципе-то, элементарное. Хотя, некий намек на усложнение есть. Неужели эту дверь никто не заметил? Она же, ну... Очень заметна. Что я туда пойму опять? Мне же выше нужно. Случайно ничего больше нету? Конечно же. Слушайте, а может, я и не прав? Что-то я вчера, по-моему, тут как-то тоже по-другому... Смотрите, вода опять спускается. Ха-ха. А в чем фишка? Что я вчера по-другому делал? Вот сюда. Сюда я запрыгивал. Здесь особого смысла никакого нет. Слушайте, забавно. А, да, сюда. Ну, блин. Может, я и... Зря так сказал. Эта путаница, она даже, в принципе, здесь может запутать. Ну, все равно, это не большая проблема. В любом случае, сюда мы бы добрались. Дайте, пожалуйста, мне последнее кадило. Пожалуйста. Вот это не оно, нет. Там, блин, ни черта не видно в темноте. О, блин, ни черта не видно в темноте. Так, ребята, добрались мы до искомой вещицы. Но, думаю, на этом нам стоит заканчивать. По поводу... Потому что уже почти час. По поводу продолжения тут, я думаю, даже смысла нет. Вряд ли кто из вас будет это дело смотреть. Наверняка вам больше захочется посмотреть крутую графу. Максимальную. На каком-нибудь ультрамощном ПК и все такое. Так что, просто скажу вам спасибо за то, что посмотрели этот ролик. И увидимся в каких-нибудь других. Может быть, когда-нибудь пройдем ее полностью на... К примеру, на PlayStation 4 или на One, или на ПК. Тоже, конечно, возможно, но маловероятно. А вот буду ли я сам ее проходить на боксе, вот тут я до сих пор не уверен. То есть, я понимаю, понимаю. Целиком и полностью понимаю, что это неразумно. Но, с другой стороны, мало ли, что там через год случится. Может, уже не до игры будет. Поэтому, пока есть возможность, тоже, наверное, стоит воспользоваться. Так, 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 дорогая. Там уже крутой мульт пойдет. Это не будем портить интригу. В общем, не знаю. До сих пор не решил до конца. Но это уже не важно. Вам, вам эти мои мучения не нужны. Еще раз спасибо, что посмотрели. Игрушка мне очень нравится. Даже, как я уже не раз сказал, даже на 360-ом боксе. Так что, надеюсь, вам тоже понравилось. Всем пока. До новых видосов.